В Актобе представили научную реконструкцию одежды сарматского воина. Элитное погребение археологи обнаружили три года назад в Тимирском районе. Уникальный артефакт изучили и в областном историко-краеведческом музее открыли необычную экспозицию. Лейла Ауесова расскажет о том, как выглядел золотой человек, живший в V веке до н.э. Ученые назвали находку сенсацией в научном мире. По их предположениям, именно так выглядел вождь крупного племенного объединения сарматской эпохи. Все предметы одежды покрыты золотом, что говорит о его высоком положении в обществе. Научную реконструкцию амуниции сарматского воина презентовали сотрудники Института археологии имени Маргулана. В 2019 году они исследовали элитные памятники ранних кочевников возле села Тасхупа Тимирского района. Найденное на глубине шести метров погребение принадлежит той же эпохе, что и знаменитое захоронение золотого человека из Исыкского кургана Алматинской области. Это вождь, это элита. Потому что именно уже при жизни многие из них готовили эти одежды на тот цвет. Это была в основном культовая одежда. Одежда была сделана из жамша и полностью покрыта бляшками из золотой фольги. По гребению две с половиной тысячи лет. Это ранний железный век. Элитные захоронения частично разграбили. Но некоторые предметы сохранились в нетронутом виде до наших дней. Среди них горит или деревянный футляр для лука со стрелами. Сарматы носили его на левом боку. Такие наборы состояли из 50-200 стрел. Многие воины, особенно знать, имели по несколько колчанов. По словам ученых, это первый горит, найденный на территории Казахстана. Его корни уходят в античные культуры при Черноморье. Поэтому эта находка открывает новые страницы в нашей истории.